Глубоко уважаемая Лариса Владимировна, Давид Петрович, Вера Исааковна, уважаемые коллеги. В первую очередь спасибо организаторам за возможность выступить с нашими скромными экспериментальными данными на таком представительном форуме. Речь сейчас пойдет о клеточной терапии, тех самых серьезных осложнений у онкологических пациентов, которые возникают в результате назначения матроциклиновых антибиотиков. Я не буду останавливаться на механизмах действия, токсического действия антибиотиклинов. Здесь сидят онкологи и кардиологи, тем более им они всем хорошо известны, я это пропущу. А эта схема уже была представлена Давидом Петровичем, которая демонстрирует недавно представленный в научной мировой литературе механизм антибиотиклинозависимой кардиотоксичности, в основе которой лежит целая цепочка биологических событий, приводящая к метахондриальным нарушениям, невозможности формирования двойных спиралей ДНК и, как следствие, гибели кардиомиоцитов. Возможным решением, преодолением проблемы антибиотиклинозависимой кардиотоксичности признается и клеточная терапия. В настоящий момент ключевой аспект клеточной терапии, это признано международными экспертами, это мезонхимальные, стромальные или стволовые клетки, как их называют по-разному, но речь идет об одном и том же биологическом объекте. Это уникальная клеточная популяция, которая отдается преимуществу в отношении регенеративной медицины. Огромное количество исследований представлено на сайте GovTrials, посвященное различным эффектам этой клеточной популяции. Уникальность их, этих мезонхимальных, стромальных клеток, в том, что они могут способствовать регенерации, а также оказывают существенные противовоспалительные эффекты за счет паракринных своих свойств. В основе паракринных свойств лежит их способность синтезировать огромное количество биологически активных молекул, и они настолько разнохарактерны, что и свойства мезонхимальных, стромальных клеток зачастую противоположны. В одной ситуации они оказывают подавляющее действие, в другой, наоборот, стимулируют какие-то биологически активные процессы. Но сейчас мы с вами говорим непосредственно о преодолении кардиотоксичности с использованием клеточной терапии и с такими биологическими агентами. Мы изучили эти аспекты, и я думаю, что в первой половине вашей секции уже прозвучал клинический доклад, и, возможно, мой доклад должен был идти после клинического, и тогда бы это воспринималось попроще, но, тем не менее, вот так сложилось. Значит, первая экспериментальная модель – это самцы трёхмесячные крыс линии Вистар, которым была индуцирована антрациклинозависимая кардиомиопатия. Было три группы животных, это контрольная, и две группы получали доксорубицин в суммарной дозе 10 мг на килограмм. Одна группа осталась только с доксорубицином, вторая получила по окончании введения доксорубицина сингенные, то есть корысиные, мезонхимальные стромальные клетки. Далее животные были подвергнуты эвтаназии нембуталам и подробно изучены морфометрические, иммуногистохимические и гистологические. Уже стало ясно при вскрытии, что у животных, которые получали вместе с доксорубицином мезонхимальные стромальные клетки, налицо противовоспалительный эффект. Отсутствие серозного геморрагического выпада в брюшной полости и ослабление спаечного процесса в сравнении с животными другой опытной группы. При иммуногистохимическом исследовании установлено, что восстанавливается состояние миокарда у животных, получивших МСК после введения доксорубицина, и также усиливается пролиферативная активность клеток в миокарде, что позволяет нам рассуждать о том, что трансплантация мезонхимальных стромальных клеток способствует началу регенерации кардиомиоцитов на фоне антроциклин-индуцированной кардиомиопатии. Следующая, вторая экспериментальная группа, эти данные еще нигде не докладывались, это предварительные результаты, поскольку исследование органов данных животных еще продолжается, но часть данных мы уже можем доложить. Это исследование было проведено на самцах-гибридах блэков, гибридов первого поколения. Было 5 опытных групп, опять же контрольная, и 4 группы опытные. Причем они получали доксорубицин в разных дозах, 2 мг на килограмм и 5 мг на килограмм. И мезонхимальные стромальные клетки мы также дали им в двух режимах. Одна группа получила их по окончании введения антроциклинного антибиотика, а другая – превентивно. И здесь нужно отметить, что были уже использованы не сингенные, а человеческие мезонхимальные стромальные клетки. По данным морфометрии нами установлено, что у животных, которые получили превентивно мезонхимальные стромальные клетки, показатели состояния сердца и массы тела близки к нормальным, в отличие от животных, не получивших МСК или получивших МСК непревентивно. На микроскопическом уровне установлено, что при использовании МСК заранее, до получения животными полных доз доксорубицина, восстанавливается миофибриллярная структурированность кардиомиоцитов и снижается поперечная исчерченность кардиомиоцитов. Также усиливается, как и в первом эксперименте, пролиферативная активность кардиомиоцитов, как показывают последние гистограммки. Это антигенпозитивность на ПСН и антигенпролиферативной активности. Эксперимент еще не закончен, но, тем не менее, уже на данном этапе мы можем говорить о том, что именно превентивное введение мезонхимальных стромальных клеток обуславливает начало процессов восстановления кардиомиоцитов на фоне антироциклинозависимой кардиотоксичности. И это позволяет нам сделать вывод о том, что системная превентивная трансплантация этих клеток может послужить в дальнейшем в клинике для преодоления таких серьезных побочных эффектов использования химиотерапевтических препаратов. Спасибо за внимание. А можно сразу вопрос онколога? А, естественно, изучалась ли безопасность с точки зрения онкологического процесса применения этих клеток? Это извечный вопрос. Пока еще на него окончательного ответа нет. Но, тем не менее, мы в своих экспериментах ни разу не видели, что трансплантация МСК либо сингенных, либо неродственных вызывала какие-то именно мезонхимальных стромальных клеток костного мозга. А речь идет именно об этой популяции. Потому что эти клетки можно получить из разных источников. Но полученные из костного мозга ни разу у нас не индуцировали развитие опухолевого процесса. Я немножко даже не об этом. Я о том, не были ли у вас животные, которым были перевиты опухоли. То есть с исходно опухолевым процессом. Потому что мы же говорим о лечении онкологических больных, у которых уже заведомо есть онкологический процесс. Спасибо огромное, Лариса Вадимовна, за вопрос. Но это следующий этап наших исследований. Пока что мы только воссоздали модель кардиотоксичности антрациклиновой для того, чтобы понимать, что да, мы вот это воспроизвели у животных, не имеющих онкопатологии. Потому что это очень сложная ситуация на самом деле. И как бы плеотропность действий различных препаратов и дополнительные действия биологических объектов, пусть сосуществование опухоли в одном организме создает совершенно другие условия. Конечно, мы к этому подойдем, пока кардиотоксичность изучили. А вот вопрос, Олещ, пожалуйста. Спасибо большое за очень интересный доклад. Скажите, пожалуйста, планируете ли вы сравнивать ваш опыт с использованием препарата неовоскологен? Это генно-инженерный препарат, стимулирующий также ангиогенез. Ну, естественно, если мы говорим о каком-то действии сходном с какими-то другими препаратами, конечно, это все должно быть сопоставлено. Но просто это все не так просто и затратно, как вы сами понимаете. И с животными тоже сложно. Это не дешевое удовольствие. Но, конечно, мы, прежде чем выходить и делать какие-то глобальные выводы, я же говорю, что это промежуточные результаты, они еще пока в исследовании. У нас еще совместная работа с МГУ, так сказать, будет в дальнейшем представлена, надеюсь, может быть, в сентябре на нашем форуме. И, естественно, мы этот аспект тоже будем, конечно, изучать. А можно еще вопрос? Последовательное применение доксорубицина из тромальных стволовых клеток, это, допустим, логика понятна, они способствуют регенерации. Но во вторую серию экспериментов они пересекались. Доксорубицин разве не останавливает деление стволовых клеток, не вызывает те же эффекты? Он же, на самом деле, цитостатический антибиотик. Ну, смотрите, ведь были животные и таких, и таких групп. И только у животных, которые получили доксорубицин сначала, а потом МСК, определенные эффекты восстановления сердечной мышцы были продемонстрированы иммуногистохимически. У животных, которые получили только доксорубицин, подобных явлений в сердце не было. Там были на лицо только деструктивные изменения. Спасибо. Спасибо.